Когда ты говоришь о блаженстве, я не знаю, что это. Я знаю радость, но я не знаю, что это блаженство. Что такое блаженство? Объясни, пожалуйста. Будда сказал, люди живут в печали. Все в печали живут. И они движутся от печали к радости. Когда вы очень радостны. Вот какая-то вечеринка, например, происходит. Люди танцуют очень сильно эмоционально. Они очень радостны. И мы говорим, что это радость. Но есть третье слово. Он говорит, что в блаженстве нет никакой печали и нет никакой радости. Ничего нет. В блаженстве ум исчезает. Тогда появляется тишина. Расслабление. Тогда ты не знаешь. Ты, например, сидишь в медитации каждый день. Просто сел. Через один час закончил. Кто-то спросил тебя. И как было? И ты говоришь. Ну так себе. Окей. Нормально. Вот это так себе. Это правильно. Это правильно. То есть оно посередине между радостью и печалью. Будда с маддхем ни кай. Вот будет так. Срединный путь. Ни печали, ни радости. Посередине. Потому что обе эти части это ум. В печали ум очень темный. Очень так вот. Подавленный. А ум это свет. А радость это свет. Энергия поднимается вверх и ум чувствует радость. У каждого медитатора происходит почти радость. Если медитация не приносит радости, в основном они бросают. В начале у каждого медитатора возникает радость. Всю жизнь они жили в печали. У каждого медитации чувствуют радость. И мастер говорит, будет третья ступень. И когда потихоньку ваша радость будет потихоньку сдуваться. И вы будете так себе себя чувствовать. То есть вот предыдущий вопрос был. Ты перестаешь так сильно ждать вот этих вещей. Друзей встретишь или праздников. Потому что радость у тебя уже есть. И когда ты все время у тебя находишься, то эта радость превращается постепенно в расслабленность, в тишину. Сейчас от печали к радости сначала, от радости к печали, а потом от радости к тишине. Иногда ты будешь радость чувствовать высокую, когда с людьми находишься, общаешься вовне, идешь в мир. А когда ты один, то все заканчивается. Тишина, не только радости. И вот это истинный отдых. Вы как будто вернулись домой. Как почти что... Почти вы уснули как будто так. Когда вы спите 8 часов, например, ночью. Вы не знаете, что происходило за это время. Вы были радостны или вы страдали. Вы не знаете. Просто вы спали. Вы не можете сказать, что произошло в эти 8 часов. Где вы были, что вы делали. Может какие-то сны вам снились. Или не было снов. Все может быть. Но вы не знаете. Иногда в середине ночи вы посыпаетесь, вдруг вам нужно пойти в туалет. Во-первых, вам нужно сориентироваться, где вы находитесь. И вы даже не помните, где она, в какой стороне она ходит в туалет. Тяжело бывает вспомнить, где дверь. Сначала вы встаете, потом так немножко сориентируетесь. А вот видите очертание. И потом открываете свет, включаете. Это не просто происходит. Ночью сориентироваться. Потому что, когда вы ночью спите, вы немножко теряете это ощущение. И Будда говорит, что Ананд – это чистое блаженство. Не ум. Ума там нет. И когда нет ума, нет никакой ни радости, ни печали. И нет даже никого, кто готов пойти в блаженство. Его спрашивают, а что в блаженстве произойдет? Он говорит, ничего особенного. А они говорят, а зачем нам тогда ходить туда? Какой смысл туда стремиться? Просознание – тоже ничто. И зачем хотеть все время? А тогда Будда говорит, хорошо, ну тогда наслаждайтесь своим умом, своими играми ума. Сначала ум приходит от печали к радости, когда вы медитируете. И вся ваша несознательная, вся ваша темнора по типу становится свет. И тогда он начинает наслаждаться. И придет момент, когда эта радость тоже закончится. И когда вы придете в истинное блаженство, там не будет ума, даже не будет никого, кто будет чувствовать что-то. Может быть радость и есть, но нет никого, кто ее чувствует. Внутри бы этого ощущать никого нет. И когда кто-то очень в блаженстве, он приходит к людям, допустим, радостным. Он начинает радость испытывать. А когда он один в одиночестве, он ничего не чувствует. Он ощущает полный покой. Лег и все, ушел. И когда он возвращается, он начинает снова возвращаться. И вы наслаждаетесь, чем бы то ни было. Когда вы с центра до периферии идете, то, куда вы смеете, все будет великолепно, божественно. Блаженство. Блаженство – это полная тишина, ананда. Тишина, спокойствие. Но после блаженства, когда вы выходите оттуда, ум начинает снова снова работать. И печаль будет очень далеко и будет только радость. Как будто вы находитесь в небе, высоко, и опускаетесь чуть ниже. Между землей и топом – это радость. А полностью на землю опускаетесь, и там никакой радости и только печаль. Когда вы приходите в тело, полностью печаль. В сердце приходите – радость получается. И когда выше поднимаетесь, за пределы, ничего не чувствуете. И там ничего нет. Пустота – вот это блаженство. Я говорю, что блаженство – это ничего. Пустота – ничего там. Когда вы попадаете туда, ум бесится, потому что там он не существует. Его власти нет уже. Ему нравится, когда либо вы радости, либо печали, или что-то происходит. А когда вы не можете сказать, что вообще происходит, то он там не работает. Если вы сидите в медитации, спрашиваете себя, что произошло в этот час – ничего. Это значит, вы ближе подошли к центру своей. И тогда вы не можете сказать, что произошло. Но вы там были. Почти ум закончился. Но если вы сидите в медитации, какие-то радостные моменты, или мысли появляются, какие-то происходят опыты, и вы потом говорите – а вот это, вот это было в медитации. Это не блаженство. О блаженстве вы не можете сказать. И тогда, когда вы возвращаетесь оттуда, там они не знают. Но когда они вернутся от центра, тогда вы говорите о том, что я видел это, может быть, я видел это. Не понятно. И ум потихоньку начинает описывать это. А, вот, вроде как, вот это было, вот это было. Но это все равно неясное описание. Он придумывает это. Если вы спали, допустим, сон снился вам, вы его от начала до конца не можете представить. Частично только. Вы не можете запомнить его полностью. Почти невозможно. Что-то укусится. То же самое с блаженством. И возвращаетесь оттуда. Ум начинает описывать. Вот так, вот так. Вот такие знания. Вот то, все было. А там нет ничего. И правильная медитация. Когда вы приходите, то ничего не случится. Просто тишина, пустота. И если вы сидите вот таким образом, то один час пройдет как одна минута. Вы закрыли глаза и как будто сразу же вернулись. Как будто сели и сразу открыли глаза. И потихоньку один, три, семь часов вот так могут пролететь. А вы в глубоком-глубоком отдыхе. Никаких мыслей, никаких чувств, ничего там нет. Вот это в медитации происходит. Это в блаженстве. Когда вы вернетесь оттуда, ум начнет описывать по-своему. Так что блаженство – это ничто особо. Там ничего нет. Но никто не готов поти туда. Но никто не готов поти туда. Просветление – это подобно смерти за концу. Никто так сильно не хочет уметь кто-то. Каждый хочет чем-то чего-то. Либо радости хочет иметь. И тогда ум существует. А если я закончу. Никто не есть. Так же. Блаженство – это абсолютно нет. Никто не есть. Но в блаженстве вообще ничего нет. Даже если вы идете в блаженство, когда вы открываете глаза, делаете все-таки, то вы тоже в радость. И когда вы возвращаетесь в блаженство, вы приходите в радость. И тогда вы снова верёте в блаженство. В радость. Закрываете глаза и снова уходите в блажность, там ничего нет, тогда вы будете всем наслаждаться, куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали, ничего не делаете, если вам не нужно ничего делать, закрываете глаза и уходите туда, в центр свой. Это вот ананда. Но мы думаем, что блаженство и радость, нет, они не равны. Блаженство это солнце, а солнце светит на вас и вы видите солнце, как оно проливает на вас. И однажды вы прыгнете отсюда в этот свет блаженства, и вы как бы сгорите, вы будете полностью закончены. И когда вы... Блаженство это ничто. О радости можно говорить, описывать ее как-то, а блаженство ничего сказать нельзя об этом. Чем больше вы приходите к своему центру, у вас появится вот это нестарк себе все. Никакой радости, никакой печали, когда ваше эго и ваш ум будут растворены. Потихоньку он будет растворять, и у него не будет особой власти, он не может рассказать. Вас спросят, кто вы, что вы, и вы не можете ничего сказать. И вы поймете, что вот вы растворились. А ум хочет всегда рассказать что-то. Я вот это, я вот то. И когда вы будете больше в радость приходить, вы будете приближаться к блаженству таким образом. Хорошо. Завтра, суббота и воскресенье, у всех есть эмоции. У кого нет эмоций? Я спрашиваю. У кого эмоций нет? Никто не злой, нет гнева, нет ревности, зависти. Все живут в теле, и эмоциональное тело, оно очень большое. И завтра будет ретрит по очищению эмоций. Есть очень сильные техники, которые работают напрямую с эмоциями. Эмоции должны быть очищены. Если ваши эмоции не будут очищены, то вы не сможете быть расслабленными. Вы не сможете сидеть легко. Очень тяжело будет сидеть. Тело беспокойное будет, ум будет беспокойный. Эмоции не дадут вам находиться в настоящем спокойном. Во-первых, поэтому эмоции должны быть очищены. И в этом путешествии медитационном, 80% работы будет сделано, когда вы очистите свои эмоции. И вот этот основной процесс духовного путешествия в том, чтобы очистить свои эмоции. Они очень грязные внутри их. Очень много. Днев, ревность, привязанность, страх. Все вот эти эмоции. Все это должно быть очищено. Когда все это очищено, 80% путешествий вы уже завершили. Тогда вы будете наслаждаться расслабленностью. Очень будете расслаблены. Наслаждаться. Сидеть и наслаждаться. Будете в одиночестве и наслаждаться будете. Когда начнется медитация наша. Так что вот два дня, завтра, послезавтра. Каждый выходной у нас ретриты. Завтра будет такой ретрит. Очищение эмоций. Так что кто хочет участвовать, присоединиться к новичкам, кто никогда не делал, для них очень хорошо. Для эмоций будут некоторые техники и другие. Для кундалини будет техника и другие обычные техники. Активные. Какую технику вам понравится, вы можете по возвращении домой практиковать. Одна вещь необходима. Если вы хотите быть в радости, в любви, наслаждаться жизнью. Во-первых, каждый день одна медитация минимум должна быть. Иначе жизнь не будет хороша. Нет никого другого способа быть в порядке. Делайте медитацию, очищайте свою грязь, свой мусор. И приходите в покой. Когда мы идем в социум, к людям, мы разговариваем, этот мусор, он проникает в нас. Каждый человек, при разговорах, вы бросаете мусор из себя в других людей. А они... Мы бросаем в них, а они бросают в нас. Я говорю, что все в порядке, вы идете в социум. И это происходит в любом случае. Но когда вы возвращаетесь домой, во-первых, очищайте себя. Один час, что вы получили в социуме, очищайте это. И тогда вы будете наслаждаться семьей, своим домом, вашей спальней, всем, что есть. Во-первых, запомните, утром одна медитация необходима и вечером. Вот здесь мы будем собираться, это хорошо, вместе делать медитацию. Так же вокруг, что возле мастера делать, она будет гораздо сильнее. Очень хороший шанс, возможность для новичков очень хорошо полезна. Для тех, кто уже много медитаций, ретритов прошел. Когда вы делаете несколько человек вместе, это тоже будет очень полезно. Так что, кто хочет, запишите все в сатвике, и она вам все объяснит. 13-го числа у нас тоже будет одно замечательное празднование. День Шивы. День Шивы. Шива Ратри. Ночь Шивы, День Шивы. И мы будем все наслаждаться. Кушать, танцевать. Шива очень любит танцевать. Вот у нас есть медитация Натарадж, она от Шивы пришла. Одно из его имен это Натарадж. Он танцевал. Он танцевал. Когда он танцевал, танцевало все существование. Все существование означает, что он танцевал тотально. Когда вы будете танцевать 100% татами, Шива придет в вас. Вы станете. Каждый день мы поем Шивохам. Мы Шива, мы сознание. Потому что это внутри нас. Наше существо, сущность это Шива. Вот два дня. А потом 13-го сасанка не будет, но будет празднование. Придем сюда, попоем мантры, потанцуем. Потом будет обед вместе. И что-то еще возможно будет. Хорошо. Кто хочет, на ретрит запишитесь в сасанге. И завтра после сасанга начнется ретрит. Так что теперь.